Мы продолжаем изучать библиотеку TwinLight и TwinMax, и в предыдущих видео мы с вами изучили два класса, TwinLight и TwinMax. Поняли, чем они отличаются, но на самом деле в этой библиотеке есть еще два класса, которые называются TimelineLight и TimelineMax. Это классы абстрактной линии времени, в которой вы можете выравнивать ваши анимации. Типичный сценарий, который преследовал нас на протяжении предыдущих видео, это установление зависимости одной анимации от другой. Например, давайте нажмем Ctrl-Enter, чтобы это продемонстрировать. Итак, вы видите, что на сцене у нас есть объект, который анимируется три раза, и каждая новая анимация случается после окончания предыдущей. Мы с вами нашли удачное решение. В параметр OnComplete мы передавали название функции, которая запускала новую анимацию в новые координаты и новые параметры. После окончания этой анимации мы запускали еще одну функцию и так далее. То есть, согласитесь, это выход, но несколько неудобный. Нам нужно создавать функции. Нам нужно создавать много функций. Давайте представим сценарий, где у нас есть баннер, очень много объектов, очень много всяких букв. Согласитесь, что функции там получатся немерено. И если вы задумались о вопросе, а как же легче выровнять эти анимации, чтобы они происходили друг за другом, то в этом видео мы дадим ответ на этот вопрос. Вы видите сценарий. Вы видите один вариант исполнения. И теперь мы с вами рассмотрим другой вариант исполнения, который гораздо проще и который базируется на создании новых классов. Итак, давайте пойдем на сайт автора и нажмем на ссылки TimelineLight и TimelineMax. Это те классы, создания которых мы с вами не рассмотрели и не научились с ними работать. Как вы видите, здесь есть описание на английском. В принципе, вы можете это все дело перевести. Но на самом деле здесь есть клевый пример, который все объясняет. В этом примере вы видите, как автор создает экземпляр класса TimelineLight. То есть он создает некий объект, который обладает некими свойствами. И далее у этого объекта, у Timeline, он вызывает метод append, добавить. И в этот метод передает объекты TwinLight. В принципе, сюда можно передавать и TwinMax. Таким образом, он передает туда несколько объектов. Эти объекты выравниваются друг за другом. И после анимация происходит друг за другом. Таким образом, объект TimelineLight это абстрактная линия времени, внутрь которой вы можете добавить столько TwinLight или TwinMax, сколько хотите. Все они выравниваются друг за другом. Но это не обязательно. Можно и выстраивать, чтобы они выравнивались с запозданием, либо как-то еще. Итак, давайте нажмем на кнопочку Play. И вы увидите, как анимация происходит друг за другом. Также я хочу отметить, что у вас есть возможность... попасть в любую точку на этой абстрактной линии времени. Сделать Reverse, Resume, Pause, Restart и так далее. Также вы можете увеличить TimeScale, что сделает вашу анимацию очень медленной. Давайте нажмем Restart. Или очень быстрой. Таким образом, этот пример вам объясняет, как пользоваться данным классом. Теперь давайте пойдем в наш пример и попробуем сделать то же самое, используя данный класс. Прежде всего, нам нужно создать экземпляр класса. То есть, у нас с вами появляется объект, который обладает определенными возможностями. Мы можем обратиться к этому объекту через Reference, Timeline и вызвать метод Append. И внутрь этого метода мы передаем с вами экземпляр класса TwinMax. Давайте напишем New. Давайте скопируем все параметры отсюда. За исключением он complete. Нам он больше не нужен. Смотрим, чтобы везде у нас были скобки. И давайте скопируем эту строчку кода несколько раз. Три либо четыре раза. Теперь избавимся от того, что мы с вами здесь написали. И импортируем мы уже все, что внутри GreenSock. Потому что TwinLineLight находится именно там. Если вы, например, удалите звездочку, поставите точку, то вы увидите, что здесь находится TwinLightLight. Но мы ставим звездочку, чтобы импортировать все классы. Итак, теперь давайте нажмем Ctrl-Enter. Итак, вы видите, что наш объект анимируется четыре раза друг за другом. Как вы видите, сейчас нам потребовалось гораздо меньше строчек кода и гораздо более интуитивно понятнее. Таким образом, класс TwinLineLightLight позволяет расположить анимации друг за другом. Но не только это. Конечно же, вы у этого класса можете менять параметры. Например, вы можете вызвать у него TimeScale. Давайте сделаем 0.1. И вы сами увидите, как анимация будет очень-очень медленной. Вы видите, что она очень медленная. Мы не будем ждать, пока она закончится. Также вы можете сделать TimeScale, например, 2. Что увеличит и ускорит анимацию в два раза. Давайте закроем наше приложение. Пойдем на сайт автора, чтобы посмотреть пример. Как вы видите, здесь есть пример с комментариями. Вы видите, что у объекта Timeline вы можете вызывать такие методы, как Reverse, Append. Также вы можете добавлять метки на эту абстрактную линию времени. Также вы можете вставлять новые анимации в конкретные точки на этой линии времени. И так далее. То есть, в принципе, разобраться с этим можно и просто. И в следующем видео мы рассмотрим некий конкретный пример. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!